Всем здравствуйте! Вы опять со мной на канале Юлия Иванова. Я несколько дней назад буквально вам показывала, как у меня разросся этот большой дракон, живое дерево. И еще и цветы стал бутончики наращивать. У меня была дилемма, что с ним делать? Убирать его, обрезать или так оставить? Поставила ему палочку сюда. Но сегодня утром он сам решил свою проблему. Видите? Вот у него цвет. Смотрите. Видите? Размер проблемы. Короче, он вот так вот не выдержал и переломился в этом месте. Он не переломился, он согнулся. Он капитально согнулся. Так, в принципе, если даже оставить его, он выживет. Но он ведь мне тут все погубит. Пока я дождусь, пока зацветет. Короче, сейчас будем его вытаскивать. За одним освобождать фикус. Этот тоже надо пересаживать, убирать. Я, наверное, думаю, его отчекрыжить вот так вот. И посадить в отдельный горшок, не дожидаясь, пока в воде корни даст. Не даст, не даст. Даст, значит, выживет. Вот так вот я и решила с ним поступить. Сейчас будем пересаживать. Сейчас мы вытащим вот этот. Он наверняка там уже прирос. Да, он уже там прирос. Так, сейчас я аккуратненько его отцеплю. Да, у него приросли вот так орешочки уже. Начнем пересаживать потихонечку. Давайте сейчас сначала вот этот маленький я, наверное, вытащу. Тут вот эти детки все. Ну да, корневая наросла у него. Вот. Видите, какая. Хорошая корневая. Сейчас мы его быстренько посадим. Горшочек побольше возьму. И поддончик вот такой мы сделаем. Земля сухая совершенно. Керамзиты чуть-чуть вот так ему добавим. Взяла керамзит. Хватит ему. У нас тут не на вечное поселение. Немножко подрастет. И его уберем отсюда. Так, перебор. По-быстренькому сейчас его раз-раз и посадим. Макушечку, наверное, думаю, его надо прищипнуть. Идем вот чуть-чуть. Вот так прям капелюшку срезала и все. Вот прям самый, самый кончик. Все, один пациент готов. Убираем его пока в сторонку. Что, потрясло уже? Так. Тут мне надо выбрать вот эту всю мелочь. Сейчас я это все выберу и включусь обратно. Все, повыбирала тщательно. Потому что стоит хоть вот один оставить. Все, опять полезет. Дурман у меня здесь рос в горшке. Я его вытернула. И он, видать, уже отжил свое. Может быть, нет. Уже все, уже бы ничего не было. Он уже как труха стал. Ну и хорошо. Хоть мне не пришлось выкидывать живой. Сейчас я это выберу. Все. Так. Все убрала. Теперь я срезаю его. Так. Аккуратненько. Потому что с него сыпется прям вообще. Я сначала так отрежу. А тут уже посмотрим дальше, что с ним делать. Вот в этот горшочек. Думаю, вот так еще надо. По проценту. Кстати, вот лекарственное. Это как раз вот кому-то бы вот это все. Кому нужно. Смотрите, какой толстенный. Толстый прям. Прям толстый. Так. Тут пока пусть отдыхает он у нас. Так. Вот эти листики убираем. Ну, наверное, так я его и оставлю. А здесь что-то смотрю. Такое ощущение, что тоже цвет вот здесь. Вон где прям. Вообще ни разу не цвел. А тут еще, смотрю, где-то еще намеревается зацвести. Ну, вот такой изогнутый будем. Ну, и ладно. Так. Пока в стороночку его. Пусть пока подсохнет задним. А мы будем этот выколупывать. Будем выколупывать его. Держатель убираем. Торонку сразу. Ну, этот сейчас будем вытаскивать. Я его специально подсушила, чтобы он у меня легко вытащился. Так. Бедный фикус. Но у него тут такие корни, прям канаты. Этот прям монстр натуральный. Тошнадо вот буквально чуть-чуть. Одна водочка какая-то несчастная остается. И вот так вот вырастает. Полтора года ему. Ну, тут ужас просто. Такие корни, да, они такие прочные. Как проволока, прям стальная. Сейчас очищу, покажу вам. Казалось бы, не так и много корней у него. Ну, зато вот здесь вот прям как проволока какое-то. Как кости прям у него. Так, убираем. Ой, я у этого-то тоже бедный. У него верхушку ему не давали расти. Ну, корнями-то он тоже прям богатырь. Я богатырь. Сейчас маленько его распотрошу чуть-чуть. Чтобы он почувствовал, что он свободен наконец-то. Так. Вон, смотрите. Сейчас будет сыпаться, правда. Видите, какие корни у него. Корни-то тоже ой-ой-ой. Ну, это фикус. У него и должны быть такие корнищи. Мы подсыпем свежей земли. На низ я, наверное, вот этой же положу. Земля хорошая. В нём хорошая. Так. Ставим его обратно. Свеженькая мы видим. Кстати, мне понравилась вот эта земля. Я уже в неё садила. Вот такая. Хорошая. Лёгкий. Такой торфяной прям он. Грунтик. Вон, коричневый. Не как иногда купишь земля прям чёрная. Как с дороги набранная. И очень тяжёлая. А этот лёгкий. Вот такой вот, как перевалку ему сделаем. Чё ж он бедный у меня. Ну, он облетел, в принципе. Зимой у меня фикусы облетают. Да. Каждый год. Но этот очень облетел. Весной он начинает расти, обрастать кругом. Всё у него. Ну, в эту зиму прям очень сильно. Нашего жалко. Так. Осталось нам посадить это живое дерево. Не знаю, примется, не примется. Захочет жить, примется. А не захочет, но мы тогда не увидим, как он расцветёт у меня. Но будем думать, что увидим. Прямо вот так до конца его туда посажу и всё. За одним проверим, насколько оно живучее. В таких экстремальных условиях, с такой посадкой выживет или нет. Я, конечно, не 100% даже в этом уверена. Но посмотрим, что будет. Так, вот так. Сейчас я их полью и покажу, какие они получились. Вот, что в итоге у нас с вами получилось. Пересадили плющ. Прищипнула я его. Всё. Теперь он самостоятельно будет расти, думаю, хорошо. Каланхоя. Приживётся, значит приживётся. Значит, мы увидим, как он расцветёт. За одним проверим его живучесть. Ну, я думаю, сейчас как раз у нас потепление. Возможно, что-то и будет с него. Если даже он не приживётся, живого дерева у меня взойдёт в других горшках. Я думаю, ещё штук 15 точно. Ну и фикус. Красавчик наш. Пересаженный. Вот он. Вот, подновили. Теперь, думаю, ему будет хорошо. А то, что я наубирала, я, наверное, положу в холодильник. Мне брат звонил и сказал, что нужно ему живое дерево попить. Вот оставлю. Пускай приезжает и забирает. Сейчас разрежу и всё. Хочет, пусть посадит себе. Вот прям частичку вот такую можно посадить. Или пасынков насадить точно так же. Ну, а на этом всё. Будем прощаться. Надолго прощаться не будем. Сейчас начинается тепло. Будет очень много пересадок у нас. Так что, всем пока-пока. И до скорых встреч. Кому понравилось, пальчик вверх. И подписка. Если вам это нужно. Всех жду всегда. Задавайте вопросы. Всем отвечу на все вопросы. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok